Субтитры сделал DimaTorzok В этом слоте для вас сегодня будут работать Морталис, мой коллега на связи, я Адекват. Дим, привет! Да-да, тебе привет! Зрители, добрый вечер! Ну да, друзья, приветствуем вас и, соответственно, потихонечку будем внедряться опять-таки вот в эти страсти между Северной и Южной Америкой, между этим коллективом. Напомню еще раз формат для тех, кто вчера так или иначе не смог присоединиться к нашей трансляции. Итак, друзья, 8 коллективов, 5 из Северной Америки, 3 из Южной Америки столкнулись в одной группе для того, чтобы разыграть неплохой призовой фонд. И, соответственно, матчи идут по круговой системе, каждый с каждым, формат проведения игр BO3. Соответственно, вчера мы с вами посмотрели два матча, есть два результата, уже есть лидеры турнирной таблицы. Это команда бизнеса с Шейтс, у них там одна победа 2-0. И на втором месте Thunder Predator у нас, соответственно, 2-1 вчера обыграли коллектив FURIA. Ну, FURIA Cloud9, соответственно, пока на последних местах. Это вот то, что у нас получилось вначале. Это был дебют, это был старт, но не все команды еще успели себя, так сказать, проявить. Вот, в частности, например, ребята из Evil Genius'а с командой Северной Америки готовы, в общем, тоже стартовать на этом турнире. И вот прямо сейчас встречается с коллективом Thunder Predator, которые вчера, напомню, переиграли коллектив FURIA со счетом 2-1. Ну, вот сегодня есть возможность Thunder Predator удивить еще раз, может быть, и себя, и своих фанатов, и попробовать выиграть еще одну встречу, если у них это получится. В общем, вот такой вот матч нас с вами ожидает. Что скажет Дима по этой игре? Ну, во-первых, стоит отметить, что Evil Genius'ы сыграют не основным составом. Есть две замены. Нет Рамзеса. И нет Абеда. То есть это уже ЕГЭ, которые будут играть где-то, может быть, не лучшим образом, не в полную силу, ну, потому что игроки другого несколько уровня. Так что на этом могут выезжать соперники. То есть этим можно пользоваться. Где-то просадка у Evil Genius'ы наверняка будет. Если не против Thunder Predator, то в других матчах обязательно. Да и здесь я бы тоже не сказал, что Thunder Predator прям совсем мальчики для битья. Их вчера мы видели. Играют они очень здорово. По крайней мере, в дерби южноамериканском они были на порядок сильнее. Первую карту тоже там где-то сами не доиграли. Должны были брать. Жду, что ЕГЭ нелегкую победу здесь будут одерживать. Если вообще будут. Ну, проблемы там, в общем, вскрывались. Какие тут Thunder Predator по вчерашнему матчу. То есть, если окей, с лейнингом, индивидуальным исполнением там вопросов как бы нет. Ребята хорошо кликают на кнопки. Но вот в макро, особенно по первой карте, выявились такие трудности, такие проблемы с принятием решений, что вот из-за этих проблем они просто карту отдали. Поэтому, имея в виду там Bulbu, допустим, да, Creed, этих ребят, Fly'а, которые, конечно, очень круто соображают в макро. Ну, естественно, и остальные члены этой команды, и Артизия, и Райоя. Я думаю, что вот именно на макро-мувах в стадии мидгейма, даже если будет примерно равный старт, или даже чуть похуже для Evil Genesis, там вскроются огромные трудности у Thunder Predator, и карту будет выиграть невероятно трудно. Ну, вот это вот, немножко забегая вперед и пытаясь проанализировать текущую встречу. Ну, в целом, в целом, да, неполный состав Evil Genesis, Thunder Predator, которые сейчас, в принципе, неплохо разогнались. То есть, что я подразумеваю, вот неплохо разогнались. Это, конечно же, вчерашний выигранный матч против коллектива FURIA. И сегодня, в рамках небольшого турнирочка Movistar, ребята из Thunder Predator сыграли гранд-финал против коллектива Infamous Young, и переиграли там с счетом 3-0. Я посмотрел по каткам, быстренько прошелся, там, 20, 19, 18 минут. То есть, это были очень легкие для них игры. То есть, размялись, официалку одну сыграли, выиграли какое-то количество денег, пусть и, может быть, не самое большое, я прямо скажу, сколько, 3000 долларов. Но все равно приятно. Это вот было буквально несколько часов назад. И вот поэтому раскликанные Thunder Predator сейчас на позитиве могут попробовать идеально влететь у нас в эту игру. Ну, и, конечно же, мы не можем анализировать или делать какие-то предикты или вообще обсуждать этот матч без условности, который дает нам наши партнеры от пари матч. Давайте взглянем на коэффициент, конечно же, на матч винера, что нам продемонстрирует ПМ. Ну, полтора на Evil Genius 2.48 на коллектив Thunder Predator. По-моему, ну, все по делу, как тебе кажется? Ну, полтора, полтора, наверное, учитывая, что ЕГЭ не в полном составе. Это прямо нормально. Будь они в полном составе, я думаю, что мы увидели бы там цифру максимум 1.2 или что-то в этом духе на победу общую, да, то есть с любым счетом. Полтора абсолютно играбельно Thunder Predator могут показать, что готовы они к такому сопернику. Пока ЕГЭ набирают свое, то есть все, на чем они умеют играть, на чем они крутые исполнители, это Таск для Крита, Чен для Флая. Ну, и Бульбас играет на Пангалере, судя по всему. Я думаю, ЕГЭ здесь не будут много экспериментировать, учитывая замены, то есть мы будем видеть максимум каких-то более простых вещей от них. Хорошая тренировка для ЕГЭ перед крупными стартами, которые их обязательно будут ждать. Когда эти старты-то будут? Мы же все в предвкушении великих стартов в дотах. Пока только... Ну, вот так получается, да, то есть вот нынешняя ситуация, она, в общем, разделила коллективы по своим регионам, это понятно, это вполне объективно, лиги создались. Ну и вот какая ситуация получилась? Окей, в Европе борьба, в СНГ борьба, в Китае там вообще битва просто нереальная. И вот тут Северная Америка, и Вилджиниус просто смотрят. Так, у нас в регионе, ага, Envy, Crazy, понятно, Business Shades, понятно. С кем в дот-то играть? С кем в дот-то играть в команде Evil Geniuses? То есть вот после раздела регионов по отдельным частям, по онлайн-лигам ЕГЭ выиграли WePlay, достаточно легко, 3-1 в финале Crazy разделе, выиграли ESL, по-моему, тоже в финале разделе Crazy, тоже, по-моему, с счетом 3-1. Ну а практика окей, ну а где серьезные соперники? Где кто-то, кто может дать Элджиниусу с нормального вот такого дотерского пинка, чтобы они там начали улучшаться, грейдиться и прочее, прочее, прочее? Где такие коллективы взять? Может быть, конечно, с Южной Америки? Тут два варианта, либо Cloud9, либо Фурия. Хорошо. Две таблетки, красная и синяя. Красная и синяя, да. Ну, Мюрдок, Мюрдок, наше спасение, друзья, этой лиги, в прикушениях следующего матча, конечно. Ну, это человек, который будет нам давать хорошее настроение, это точно. То есть вчера Мюрдок нас очень сильно повеселил. Я думаю, он, конечно, был недоволен своим исполнением, но зато, зато зрители порадовались тому, что увидели в какой-то степени. Смотришь, реально получаешь удовольствие, так на расслабончике. Ну, вчера сидели, зрителей, может быть, было не так много, как на обычных вечерних, там, ледневных трансляциях. Там у нас пару тысяч человек сидело. Но я думал, что вот этот вот мем локальный, как бы, останется в пределах нашей трансляции, и все, как бы, будут знать только те, кто не спали ночью. Ну, что ты думаешь, я запускаю сегодня свой стрим, и у меня там просто как мем этот заведенный в чате, все про Мюрдока просто пишут. То есть народ реально смотрел, реально запомнил. Ну, легенда, я думаю, что эта легенда еще себя проявит. Так, ну давай поближе к драфтам первой карты. Ну, набирают, говоришь, свое. Да, свое, пожалуй. Это будет оффлейн Панга. Судя по всему, Эмбер на корр позиции, Чен, Таск, Саппорты. Тандер, Предатор, это Рубик, Гримстрок, Брюмастер. Не сказать, что хуже, да? То есть по пику нормально, пока героев набрали. Хороших боевых. Ну, Брюмастера они вчера уже использовали, хоть и проиграли с ним. Не сказать, что он конкретно был заметен, но свою задачу, наверное, выполнял. Ультимейт использовал, кого-то подкидывал, кого-то станел. Не самый популярный герой сейчас в оффлейн, учитывая, что по-прежнему есть Марс. У меня всегда будет возникать вопрос, почему не он, раз уж отдают. Рубик, Марс, отличная, сильная линия. Но вот, видимо, либо не очень часто с ним играют, либо просто котируют выше Брюмастера. Особенно против того, что мы видим у соперника. Любопытно? Ну да. Ну, Брю не так плохо. Хорошо в драке, если, допустим, Чена поднял, Чен лечения никакого не даст. Будет неплохо. Там кого-то зафиксировал. Массу Сумбуров вносят в драку этот персонаж. Вон тут Рикки Мару появляется. Рикки Мару на позицию керри. Ну, приятные герои. Я имею в виду против Рикки Мару, потому что их легко действительно убивать. Раскачанные Рики здесь могут снова болить. Особенно, конечно, вот Чену здесь вообще игры не дают. Потому что тут и Брюмастер, и Рики могут просто этого Чена задушить в начале файта. И у Чена фактически спасения нет. То есть там Косептер покупаете, а Брюмастер задушит. Может спасти разве что Форстаф. Не знаю. Масса Форстафов. В каких-то... Интересный выбор. Хороший герой. Рикки Мару. Друзья, много я вижу вопросов по поводу состава ребят из Evil Geniuses. Ну вот, я говорю, уже два турнира отыгрывают ЕГЭ именно в таком составе. По объективным причинам филиппинец Абет и игрок из России Рамзес, они не могут сейчас находиться в Америке. Не могут выступать за свой коллектив Evil Geniuses. Поэтому пока находятся у себя, в своих странах, у себя дома. И, соответственно, Evil Geniuses вынуждены были взять двух американцев. Ну, один американец у них был. Он на позиции тренера. Был это Бульба. Теперь он пересаживается просто в команду и пикает. Также продолжает, собственно, просто еще сам отыгрывает свою роль. Ну и взяли вот Райоя вместо игрока в центре. Тоже американец. Тоже игрок, который в огромном количестве в огромном количестве американских команд уже успел поиграть за свою историю. Достаточно мощный пабер. Он же в Азии, да, за Geek Fam играл? Одно время, да. Ну, прошлая команда была до Нового года. Он играл именно там за Geek Fam. Ездил на саммит. То есть бывал на ланах даже с этим коллективом. Там с Дубу. Состав с Рейвеном был. Но особо побед не добивались. Поэтому, в общем-то, распались по понятным причинам. Где-то я слышал, что когда тренер пересаживается в основной состав и играет в оффлейне, это к двум победам на Интернешнл приводит. Рамзес, берегись. Рамзес, берегись. Ну, Рамзес тоже хотел как бы поигрывать немножко в онлайне. Там была информация о том, что он за НИП будет выступать. Но в последний момент он отказался. И они взяли Близи вместо Рамзеса. Рамзес, по-моему, нигде сейчас не выступает. У нас все временем темпларочка для Леол Стайла появляется. Гирокоптер для Артизи на керри, соответственно. Ну, вот такие драфты. Хорошие боевые драфты. Я могу сказать, что по пику мне и та, и другая команда симпатичны в целом. Вот. Бремастер может быть, конечно, единственное, что ближе вот к стадии лейт-игре может потеряться. Герой, который актуален там в мид-гейме. У него прям пик силы наступает, когда пандерина максимально мощный. Но если игра затягивается, обычно как-то бремастер, он уже особо не всплывает. Тем более, когда есть гирокоптер. Ну, если игра затягивается, то тогда можно играть в ДПС без бремастера через таланты левой на 20-25 уровнях. И там герой тоже себя показывает. То есть ты ультимейт юзаешь уже не так часто, может быть, и просто дерешься, потому что у тебя сильные способности. Ты можешь реально руками развалить людей при правильном выборе артефактов. Так что хоронить бремастера, наверное, нельзя даже в лейте. А вот что касается того, что мне реально интересно, это то, как Лео Стайл будет стоять против мидера посильнее. Вчера Лео Стайл там разрывал все три карты, вообще без проблем. Он уничтожал Мюрдока, ну а здесь придется потеть уже. Так просто халявы не будет. Успеет ли приспособиться, так скажем. Вопрос хороший. С одной делой ты Мюрдока там выселяешь просто из мида и набиваешь себе баснословное количество денег даже с стадией лейнинга. Просто выходишь топ-1. Другое дело, конечно, поставить против Райо и опытного американского задрота. Это уже немножечко другой левел. Ну и совсем там другой левел, конечно, там встать, допустим, против Абиту. Это еще выше уровень на центре. Лео Стайл, возможно, когда-нибудь придется против того игрока сыграть. Поэтому всякое возможно. Но пока вот по Срайо я, посмотрим. Тампларка против Амберспирита тоже, опять-таки, линия достаточно равная. Во многом зависит от скилла, от того, кто как лучший герой чувствует. Там могут быть ситуации, при которых один одного убьет, или другой другого, соответственно, сможет вырезать и убить на ФБ, допустим, или просто фраг сделать. Но зачастую это приводит к тому, что они оба просто нормально стоят, а потом уходят в леса и там дофармливают себе первые шмотки. Такая вот ситуация. Ну что, начинаем просмотр игры. И отправляются на лейнинги. Так, это у нас будет панка четвертой позиции. Бульба на таске будет играть... Подожди, нет. Крит, крит. Я запутался. Бульба на таске в оффлейне, получается, третья позиция. Ну, получается, что так, да. Ну, крит играет здорово и на том, на другом герое. Ну, я к тому, что если он тройка, то почему у него закуп такой с сапогом? Как будто он четверка. Вот это только это смущает. Нет, ну, походу, крит будет роль тройки, исполнять бульба четверки. Посмотрите, они поменялись ролями. Я думаю, что крит будет фармить на этой линии просто. Ну, пересели, поменялись ролями, интересно. Я, честно, не смотрел Северную Америку, тот же ESL, и не знаю, как там они действовали в этом составе. 30 секунд до начала сражения. Было ли там что-то подобное. Ну, если стоять на одной линии, в принципе, ничего не изменилось. Окей, кто-то из них просто будет крипов добивать, кто-то нет. Бульба побегает по роумит. Больше стоит на линии крит. В целом, я думаю, и тот, и другой персонаж что-то туда вынесут. Так, ну, расстановка по линиям у нас получается более чем стандартная. Пока трипло и тандерпредатор встали у нас на сложную. Захватили аванпост, попробую здесь две баунтируны забрать. То же самое ЕГЭ буду делать на топе, только в составе двух персонажей. Тоже в целом понятно. Извечное противостояние Эмберспирит против Темплора Ассасин. Постоянно ходят споры, а кто из героев все-таки сильнее на линии. Многие утверждают, что это очень скиллозависимый матчап, где победителя предугадать реально сложно. То есть и тот, и другой выиграть могут. Но в последнее время все, что я смотрел, Темплор Ассасин как-то не проигрывает Эмберу. Посмотрим. Да, по крайней мере. Обратите внимание на какой закуп пошел Райоя на линию против Темплорки. Два Ринку Протекшн. Ну, такое нечасто встретишь. Это конкретно против Темплорки, против ее ударов с руки. У нее, как известно, очень мощный физ-дэмэдж. Даже на старте там пси-блейд, рефракшн, все это здорово работает. И Райоя просто поднимает себе броню, у него становится их 6 единиц. Нормально, топорик имеется. Ну, так вот постоит. Интересно. Я думаю, что это направлено исключительно как раз-таки на то, чтобы постоять именно против Темплор Ассасин. Будет какой-то другой персонаж на этой линии, он бы так не закупался. То есть это вот именно подготовка против Темплорки. Райоя показывает нам какой-то интересный мув. Ну, как минимум, нестандартно. Я вот такого, если честно, ни разу не видел. Чтоб так закупались. Тебе довелось такое посмотреть? Да нет, конечно. Потому что первый раз подобное вижу. Ну, смысл в этом есть. Предметы недорогие. Потом, если что, избавиться от них. Ну, либо грейд донет во что-то. Ну, грейди тоже, да. Вот во что ты можешь там Ring of Protection все загрейдить на линии в цену. Ну, в Buckler Vessel, например, потом в урну. Ну, можно, наверное. Можно попробовать и так. Ну, герой, которому просто покупают частенько в последнее время этот предмет. Другой вопрос, против кого здесь? Ну, просто чтобы был, да. Ну, для сноубола. Если ты действительно там будешь на Ember Spirit перемещаться с одной линии на другую, помогать своей команде, то урна, конечно, ранее, она всегда помогает. Ты сноуболишься, и сопернику тяжело. Ранее урна, ранее Vessel, это всегда прям большая проблема. Кого бы ты не фокусил, неважно, там, какой-то хп-реген бешеный, встроенный у героев. Типа, как у Рикимару, да, у него там 5 хп-регенов в секунду, по-моему, на старте. Не так важно. Важно, что ты просто дополнительный урон по сопернику. Ты флэмгардом жёшь, ты урны жёшь, например, чейнями останавливаешь, и ДПС лютый просто получается. И урон периодически большой тоже. Так, у нас снова пауза какая-то ставится небольшая. Ну, в общем, интересно, да, вот хотя бы какие-то вот мы видим заготовочки от игроков. Какое-то другое представление о том, как стоит лейнинг, допустим. Ну, и самое главное, конечно, чтобы это было результативно, чтобы это было профитно. То есть Райоя, имея вот такой закуп, по идее, должен играть чуть агрессивнее, чем вот при другом закупе. То есть он должен не бояться входить в контакт с Тэмпларкой на ранних левелах, размениваться с ней. В общем, всячески доминировать. Но пока, пока мы видим 4 на 2 у Тэмплара Ассасин, 3 на 0 у нас показывает Эмбер Спирит. Опять-таки, по первым крипам мало что можно сказать. Все блейдцы также работают против Райоя. Прожимает флэмгард, размен на Лео Стайл. Есть рефракшн, там фэрифайр, если что, просто зонит соперника, не пропускает крипам. Но умудряется Лео Стайл. Раз тучку, два тучку, по крипам сует, нормально. И хорошо ласт хитит, вообще не просаживается. И он не прожимает рефракшн против щита, чтобы тот быстро не был сбит. Ну и ждет наверняка третьего уровня, чтобы опять же ману эффективно потратить. Теперь можно, если что, нажимать. А щит будет нескоро у Эмбера. Ну, как-то скоро, через 5 секунд, но за то время несколько тычек уже Лео Стайл успеет нанести. И пытается, пытается подстроиться. Молодец, хорошо действует, попадает пару раз. И вот уже Эмбер Спирит вынужден фласку использовать. Параллельно мы видим ФБ, где погибает Крит, да, на топе. Ну, это прям самые удачные саппорты. Один из двух, в общем, который может быть у Рики на линии. Первый, это, конечно, Лич. Второй, это Гримстрок, потому что, ну, комбинация с этими щитами. Ты всегда можешь нападать, тебя поддержит твой саппорт. У вас есть там дополнительный контроль. Плюс обратим внимание на закуп Рики Мару. Он играет через Орбу Веном. То есть он изначально планировал, что на этой линии они будут агрессировать и идти в бой. И вот, в общем, эта агрессия себя оправдала. Первое убийство, это прям то, что нужно. Это очень круто. Рики Мару сразу приносит себе Рейсбенд. Еще плюс цирклет, будет делать два Бенда, плюс Орб. Ну, и, скорее всего, при таком закупе у него будут отсутствовать стики. Некоторые покупают два Рейсбенда, Орб и стики. Но там случается вот эта проблема с инвентарем. Потому что слотов не хватает. И нужно куда-то ПТ-шку, части Дефишу Блэйд складывать. А у тебя все слоты забиты, получается. Поэтому многие выбирают либо стики там аппать, либо Рейсбенд дополнительно покупать. В общем, либо отказываться от Орб и Венова. Крит. Зон с Баклером. Брони чуть побольше. Замедление, конечно, жуткое. Но Свэшбакл Крит на всякий случай оставляет. Очень опасно сейчас Крит. Ух ты. Трик оф за трейд. Сноубол МНЗ. Не ошибается ли? Но второй блин у него остается. Ингс Вайл на развороте Бульбу. Бульбу уходит на безопасную дистанцию под Тауэр. Ну, и вот так вот немножко неаккуратно отыгрывают сейчас ребята из Тандарт Предатор. Но не лишаются жизни. Однако хорошо пробили Крита. И Крит вынужден был использовать Хилку. Ты посмотри, как выставка Герокоптера. Да, да, да. Я тоже хотел только что об этом сказать. Потому что Рикки-то тут бодается. Рикки разменивается. Рикки атакует. А Герокоптер, он просто стоит бьет крипов. И Брюмастер ему ничего не делает. Чен может бросать Герокоптера, если что. То, соответственно, Герокоптер будет очень высокого уровня. С высоким левелом он сможет рано подключаться к дракам с командой. Ну и, соответственно, учитывая специфику героя, да, который очень много урона способен наносить даже без вещей исключительно способностями. Это будет давать результат. А Темплар Ассасин боится, например, в какой-то степени, да, Герокоптера, потому что рефракшн он сбивает моментально. БКБ появится нескоро у героя. То есть это третий приоритет после Дезолятора и Блинка. В общем, здесь Артизия может реально засолить карту, если он получит крутой старт. Пока получает. Вот здесь на него напали, немного побили. Однако приходит Чен и уже драться не хочется. Потому что у Чена есть два крипа. Один из них это Огр. Огр. Накинет арморик, если что, на Артизии. За парком хорошо действует флай. Ну, в Артизии получает супер-классный старт по Крипстату, конечно. Такому можно только мечтать. Тебя соперник практически не трогает. Ты фармишь, чувствуешь себя великолепно. Фул комфорт. Так, пятая минута. Контроль баунтс. Давайте посмотрим. Бульбам. Выходит на размене. Не перекликает Гримстрока. Прыгает Рикки. Ингсвел. Крид понимает, что лучше в это не вмешиваться. Вставляется, погибает. Ну, хотя размен в МГЗ вполне возможен. Триков за трейд. Замедление жесткое. А МГЗ может еще попытаться просто забрать и... Сейчас баунти вражеское. Крид делает ТП. Потому что из-за медления просто не уйти. Свэшбакла не было. И баунти пока никто не контролит. Хотя могли Тандр-Предатор пойти и посмотреть. 2-0 пока в пользу коллектива. Из Южной Америки. Счет, конечно, не будет сильно важен, если Гирокоптер расфармится. Ну и Эмбер Спирит все-таки переигрывает несколько Лео Стайла. Да, Лео Стайл после вчерашнего дня немного в шоке. Вчера было слишком легко здесь. Приходится потеть. Я подозреваю, вот сегодня в гранд-финале против Нимидера Нибианг там тоже было не так сложно. Да, да, да. То есть у него, условно, серия там из шести побед подряд, где он одной ногой мог играть и все равно бы выигрывал. Хотя бы в центре, да. А тут вот прям тяжеловато со старта. Ну ладно, тут, в общем, отставили-то плюс-минус неплохо. И то-то другое. Но вот разница 500 голда она имеется. Говорит о том, что все-таки Эмбер Спирит был прав и по своему закупу. Видите, он еще купил чейнмейл, это плюс 4 к брони. Итого у него брони внезапно под вышкой плюс 16. А, на него еще армор повесили. Ага, это айс-армор, который чейн повесил. Ну то есть вообще с Эмбер Спиритом лучше не драться. У него 4 плюс 13 сейчас. У него резист физ дэмэдж невероятный. Попробую его убить. Он может, наверное, даже вышку танчить где-то. На топе убивают крита, бульба. И бульбу тоже могут забрать. На топе Тандер Предатор выигрывают линию. Причем выигрывают ее очень сильно. У нас 3-0-1 рики. 1-1-3 МДЖИЗИ. Слушай, ну это да. Рики отличный старт получает. Он, может быть, крипов добивает поменьше. Почти в 2 раз, чем гирокоптер. Но зато он убивает, в отличие от гирокоптера. И разница по нетворцу между ними не такая существенная. Всего лишь 3 сотни. И дальше пошли душить. Только пришел крит. Сразу же получает блинк. И умрет еще раз. Классно. Очень круто действует. Агрессивно. Крит немного в шоке, я уверен. 0-3. Только пришел. Погиб еще раз. Имеет место быть, конечно, немножко недооценка возможности этого персонажа. Он делает ТП в наглую. Один снизу, конечно, такой же развал от команды Yelgenius. Там пошли бремастер Рубика, забрали. Эмбер ТПшится в центр. Крипы пропадают. Он пришел. Размена никакого нет. МНЗ пока просто прячется. Ну и делает телепорт на Тир-1 Тауэр. Вот. Недооценивают. Просто идут вот по одному. Делают какие-то странные ТПшки. Надеются, что Свэшбакл спасет. Нет. Свэшбакл в такой ситуации тебя не спасает. У Рикимару 2 блинка. Плюс удары в спину сейчас мощные с получением левела 6. Плюс он купил себе не просто сапог. Он купил себе бэнд для дополнительной ловкости. Чтобы еще усилить свой ультимейт и свой урон. И только сейчас доносит себе ПТ. Ну старт просто великолепный. Восьмая минута. Стики, орбы, веном, дворы из бэнда, ПТ. Я не знаю. Лучше просто не придумать. На ТП ларко в центре. Лео Стайл. Пошел Сноубол. Телекинезис. Лео Стайл погибает. Здесь Бульба здорово подстраховал. Классно использовал кнопки. Минус Лео. И там еще хорошая руна. Это дабл дэмедж. А ее сейчас бутылку себе восполнит. И продолжит доминировать центр. Ну хорошо. Верх получается за командой Тандер Предатор. Центр все-таки за Evil Genius. И низ тоже за Evil Genius. Получается 2 из 3 линий они выиграли. Из-за этого у них есть небольшое преимущество. Атака на Брю. Брю левел 4 до сих пор. Без шансов. Бульба снова на ганге. И пока его перемещения вообще не читаются. Бегает он под своим вардом. Вот здесь вот центрик поставили. Нашли вард. Но, кстати, гирокоптер должен был знать о том, что здесь есть стаки. И по случаю могут сюда вместе с командой прийти и этот стаки забрать. Чтобы не отдавать их темпларке. Это будет довольно важный мул. Гирокоптер там Madness себе планирует брать. Вообще гирокоптер новый, да, в этом патче 7.25. Мне кажется, стал несколько сильнее. Просто из-за того, что ему в два раза снизили кд на флэкэнон. Да, при этом отобрали один удар на последнем уровне. Ну и на всех, соответственно. Но все-таки это в два раза. Ты в два раза чаще кастуешь. И если вдруг драка длится, ну, больше 20 секунд, ты нажмешь дважды эту способность. А раньше не факт, что успевал. И 10 ударов за драку круче, чем 6 ударов за драку. Да, когда ультимейта подняли. Но, опять же, это, наверное, не так страшно. Да, ультимейт стал сильнее. В затяжных таких драках, не супер затяжных, но даже и супер затяжных, получается, ну, еще лучше будет гирокоптер себя раскрывать как персонаж. Потому что флэк реально мощный. Особенно, конечно, это что касается лейт-игры. Когда артефактов становится много, когда урона много. Чем больше урона, тем больше пользуется флэкэ, естественно. Ну вот, все-таки за стаки драться не стали. Оставили их Лео Стайл. Он их спокойно зачистил. Выбил там парочку шмоток нейтральных. Ну и вот 10 минута. Руны Баунти будут сейчас контролиться. Рикимару на вражеских позициях. Приносит себе Блэйд, где Баунти должен забрать. Но в центре уже выход на Рубика с одной стороны, на Темпларочку с другой. Лео Стайл не уходит, ставится Сентрик без шансов на спасение. Но Эмбер Спирит должен закрывать Рубика. Вот проблема в том, что урны нет. Там Курьера с урной подрезали. 35 секунд еще. Ну, Рикимару пошел. Дэкс Вэлл. Трико за дрейд. Урна есть. Урна есть, тут Таска. А почему они две урны купили туда? Получается, есть. Имеет место быть немножечко низкоммуникейш. Так, ну драка у нас продолжается. Так, к этому вернем чуть попозже, к обсуждению. Рикки Трико за дрейд. Урон он сплитится по всем. Дэмэджа Малопата. Там, конечно, Брюмастер апнул себе левел 6. Дал ультимейт. Его просто забирали всех пандаренов. Просто лопнули. Мэтью воруют у нас чейны. Но его сломал связывается. Вэш Бакл. Рокет Беррэдж. В очередной минус. Превосходство. Да, много зарядов на урне я вижу у Тускара. Но я точно видел, что Эмбер Спирит себе урну приобретал. В Курьере. Он купил себе Баклер. Я вначале сказал, что может быть урна или Баклер. Он реально купил себе этот Баклер. То есть урну стал покупать не он. Ну и, наверное, уже не соберет. Куда ее? Подожди, на Курьере урна. Брать? Дим. Да? Я тебе говорю, я видел. Я видел, что урна приобретается. Кому вопрос? А, все. Ну, райо, я. Тогда не понял, зачем. Они не договорились. Они реально не договорились, кто из них урну приобретает. Ну, райо, окей. Два ринка протекшн. Там понятно, что он не хотел их терять, продавать или что-то еще. То есть, возможно, стоит предположить, что он будет все эти артефакты себе брать. Вот он урну приобретает. Баклер есть. Ну, а Таска? А я-то сначала на Таска посмотрел, увидел у него, и потом ты говоришь про Курьера. Что-то как-то странно. Ега сделали. Ну, на самом деле, тут сыграет это вообще большую роль? Похоже, что нет. Три тысячи уже ведут Evil Geniuses. Сейчас, правда, могут потерять артефакты. Должны терять. Алхил. Того спасают. Того спасают. Да ладно. Он дерется. Суки просто бить телекинез. Забрали, забрали. А Рики уже не пробит их просто. Рики на блинках. Свэш Бакл. Крид заряжает свой Роллинг Тандр. Поехали за Монезе. Блинка нет. Через секунду поэт стриков за трейд. Теперь подойди, Рики, Рики. Подойди, Рубик. Как же я в паблике ненавижу эти ситуации, когда твой суппорт от тебя убегает. Ну, ты, суппорт, подойди. Рики с таким волшебным стартом. Пусть он прыгнет на тебя. Ты умрешь, Рики спасен будет. Рубик просто кинул. Да не факт, что умрешь, на самом деле. Ну да, потому что. То есть рисковать-то стоит. Сейчас нельзя вообще Рики умирать, потому что, ну, в этот момент гирокоптер будет просто фармить, команда ЕГ будет пушить, а Рики отдыхает в таверне. Совсем печаль, беда. Все так. Ну вот, сделали фраг. Эмбер спирит не получил зарядов на урне. Думает, блин, почему так? Почему это не работает? И бегает Бульба такой. Апа, у меня 4. Я буду ВСЛ делать. А ты что будешь делать с своей урной? Продавай. Можешь выкинуть, разбить. Вообще, это бесполезная шмотка. Ну, слушай, да, то есть, конечно, конкретно в этой карте может это не будет ключевого значения иметь, но мы же понимаем, что там при более-менее равной игре с каким-то топовым коллективом это бы зарешало. Ну, то есть, вы потратили лишние деньги. И это не есть хорошо. Так, ну, Рошана забирают у нас, ребята, из Evil Geniuses. И вот очень интересно посмотреть, конечно, на изменившиеся коэффициенты у нас. Давайте посмотрим. Ну, полтора все еще на победу команды Evil Geniuses сдается на матч-винер. Так вот, нашего партнера пари-мач, друзья. Помните, что баннер находится под трансляцией. Вы можете поучаствовать, зарегистрироваться, ловить бонус. Ну, и сами знаете, что делать. Но мы в те времена смотрим, как Evil Geniuses будет нас Аегис реализовывать. Райо я уже нашел соперника, пошла просветка. МНЗ уходит в другую сторону. То есть, атака на MJZ. MJZ погибает. Фраг сделали. Первые заряды на урне. А, он продал, он продал на Эмбере. Он реально продал. Во. Это больше похоже на правду. Все равно мисплей. Это не круто. Ну, в таком матче, да, наказать их за это будет сложно. Более сильный соперник, наверное, нашел бы способы наказать за такое. Успокаивающая энергия руны регенерации. Опа. Гирокоптер присуммонили. Мы эти в шоке. На хэкграунде там просто такая орава стоит. Встречают, конечно, очень серьезно оппонента. Тут шарды. Мы эти просто нет возможности спастись. Слейт офис трое. И делает убийство. Более бы пять зарядов на урне уже имеется. Достаточно легко играют Эвил Дженисос. То есть они постояли... Ну, линии свободные. То есть они даже проиграли верхнюю линию, но все равно как-то играли, ну, ненапряжно. И в итоге вот бегают по карте, делают фраги, просто особо не заморачиваясь. Ну, гирокоптер позволяет себе выходы вот такие под Тир-3. Ну, всячески проявляют свою доминацию вообще в этом матче. Что мы делать будем? Все, что хотим, ребята, от Андерпендера. А вы попробуйте нас накажите за это. ИГ так напикали, чтобы закончить эту игру, судя по всему, достаточно рано. Они не собираются сегодня задерживать, видимо, следующую пару команд. Ну, и себя любимых, и соперника. Пока идет к тому, что ИГ очень легко эту карту заберут. Ну, хорошо, друзья. Мы где-то при подготовке к этому матчу все-таки объективно думали, что здесь, возможно, достаточно быстрое 2-0. И примерно к этому раскладу мы с вами движемся. Но, друзья, хочу напомнить вам, что у нас сегодня в следующем матче будет интересное противостояние. Крейзи против Cloud9, где они будут свои бывшие команды, будут играть. Вот там есть ощущение, что может быть какая-то война, может быть битва. Может быть, там будет, конечно, по уровню исполнения чуть похуже. Но интрига ожидается. Поэтому рассчитывайте, друзья, на сегодня достаточно продолжительная трансляция. В всяком случае, хотелось бы в это верить. Крит снизу. Атака, атомы на Зе, реализация дефисжелл блейдс. Под кучку выйти просто нет возможности. Динксвелл срабатывает. Минус крит. Хороший ганг. Внизу. Мой крит идет отдыхать. 5 тысяч, правда. У Джениус экономика все равно растет. В целом мы видим, что, конечно, вот есть там Рикимару и Темпларка, которые более-менее имеют свои деньги. Но, конечно, объективно слишком много персонажей команды Evil Genius имеют хороший фарм. Чейны не останавливают Темпларку, не дают ей уйти. И тайминг изолятора тоже сбивается. Вот так вот Блэйдмейл покупает районе. Активирует перед ударом Смелда. И Темпларка хоронит сама себя. Хорошая опция, кстати. Очередная вышка сейчас упадет. Лео Стайл 0-3-0. Ну да, это не Мюрдока, конечно, пинать по карте. Тут теперь он уже в роли Мюрдока выступает. Для кого-то ты всегда Мюрдок. Жиза. Как бы крут ты не был, для кого-то ты будешь Мюрдоком. Все равно. Так, ну заход на хайграунт вот такой вот как-то. Плавненько все получилось. Команда ЕГЭ напали, нашли Темпларку. Сразу по верхней линии. Катапульта подъехала. Зоопарк тоже готов. Забрали Тир-3-вышку. И Evil Geniuses хотят настоять на том, что сейчас мы играем драку. И, в общем-то, игра должна закончиться, ребята. Признавайте свое поражение. Руки там отчаянно пытается сплитпушить нижнюю линию. Доформить себе еще, может быть, там какой-то яш. Конечно, о мантии речи не идет. Раю ее пока спамят. Свэшбакл. Просто Рубик на дистанции уничтожается. Ну и Центр забирается вообще без какого-либо сопротивления со стороны соперника. Легко и просто. Ну и вот таким же Макаром можно, по идее, Центр попробовать продавить. Там линия, правда, сплитпушилась от левого. Креп скипнул. Сначала сказал, забирается Центр. Я смотрю, думаю, так, а где кто Центр забирает? А, вверх или вверх. То был вверх, да. Сейчас они Центр сломают, судя по всему. Ну, драку надо посмотреть все-таки. Не драться, это тоже неправильно. Ждали, видимо, когда Эйгис закончится. Сейчас Эйгиса нет. Бедняжка. Так, ну попытка подраться. Стоплака байпэкается. Отмена дезолятора, друзья. И тут Крит влетает. Просто Роллинг Тандер отормозит всю эту атаку. Там Артизи битый. Артизи можно попробовать зафокусить. Он вообще ни одной кнопки не смог нажать. Его там пытались сейвить, не получилось. Отойти надо, наверное. Эмбер подставляет. Телекинный Ази. Сэмбер. Тучку сам зашел. Райо немножко запутался в этой ситуации. Минус три. От команды Тандер Предатор. Останавливает еще и Панга. Перед окончанием ультимейта примастер успел кинуть еще один камешек. В итоге Крит тоже погибает. Минус четыре. В живых оставится только Таск, который успел спастись через ТП. Ну и вот такой дефенс от Тандер Предатор. Ну вопрос только, а что они ждали вот на верхней линии? Зачем надо было давать центр, если они могли вот то же самое сделать, по идее, минуту назад до байбэка Темпларки? Вот как-то не верили в свои силы. Тут уже решились, что, видимо, пора улынить. Ну только Аегис, наверное, останавливал. Возможно. Когда есть Аегис, я, наверное, могу такие решения понять. Но когда вот бьют вам одну сторону, Аегису у соперника нет, вы просто смотрите, как ее ломают, ничего не делаете. И вам идут бить вторую, и вы вдруг начинаете драться. У меня вопрос обычно возникает, а почему вы 20 секунд назад не начали, когда первую ломали? Ну то есть, ладно, Аегис, да, вы ждали, когда он закончится. Там тайминг, может быть, хорошо запомнили, записали, и все нормально. Но конкретно вот в таких ситуациях, где Аегиса нет, иногда такие решения не совсем понятные. Здесь нападение, кстати, на Ember Spirit. Ember Spirit под Сайленсом, он умер. Очень здорово, и дальше можно тушить Артизи. Он там расстреливает с Флэком. Не ожидал Райоя, что у Робика ворованный ролик Тандр есть. Из-за этого прям влетел в драку, под точку, под ролик Тандр из контроля вообще не вышел. И нажал, Солбин. Как же сейчас могут нафидить, на самом деле, ребята из Evil Genius, уже очень много фрагов было отдано. Ингсвелл прыгает дальше, два блинка, останавливает панка через Дефюжил Блейдс. Флай понимает, что уже не спасет своего тиммейта. Еще парочка убийств от Тандр Предатор. Как же они цепляются за эту карту. И на самом деле, как же вальяжно играют Evil Genius. Они вообще не парятся, они просто выходят по одному. Пытаются кого-то поймать, перехватить. Супер неаккуратная игра. Ну, хорошо. Расслабленная игра. Расслабленная очень, да, максимально расслабленная. Это на каждом этапе игры было видно. И на лейнинге там на верхней линии явно ребята делали что-то не то. Ну, не доигрывали. Телепорт и выход в соло на линию. Просто, ну, только что меня убили, кто второй раз пойдет меня убивать? К слову о крите, например. Артизи пошел в соло. Вот сейчас Артизи. Ну, пошел просто, да, тоже. Далеко зашел. Линия верхняя была спушена. Он там решил пофармить. Его нашли, убили. И преимущество это всего лишь 3000. То есть, игр, которые не выигрываются, практически не существует. И здесь не то, чтобы ЕГЭ обеспечили там себе уже на 100% победу. Еще вот так пару раз, и уже им придется базу защищать. С другой стороны, мы понимаем, что все, что нужно сделать Evil Genius, буквально выиграть одну драку и сломать третью линию. То, что они забрали две стороны на 22-й минуте, ну, даже раньше. Это суперкруто. Опять Мэтью! Боже мой! На Эмбер Спирита и снова фид Эмбер! Просто не выходит из Саленса очередная смерть. Evil Genius, прекратите фидить. Вот, серьезно, просто прекращайте это. Зачем вы это делаете? Что за залив? 10 тысяч вели ребята из ЕГЭ, тысяча осталось. Буквально череда смертей. Ну, хорошо, я могу понять, что в центре они там погибли. Там это был тимфайт, в котором Thunder Predator неплохо нажали кнопки. Но ведь дальше все остальные убийства это просто соло-фраги. Вот просто соло-фраги. Низ, вверх-низ, и погибает Эмбер, гирокоптер Эмбер. Слишком много отдают. Вау, просто вау. Я сразу вспоминаю первую карту вчера, где ТП играли против Фурии, там тоже Фурия сплитила. Но там хотя бы герои были такие, которых поймать было сложно и убить было сложно. Ну что, драка состоится, где Чен уже погибает. И там связывают, кстати, двух коров. Очень неплохо связывают. Эмбер-спирит пока просто бегает в щите, ловят гирокоптера. Они сейчас еще раз нападутся. Пробьют ведь, Рикки пойдет за ним до конца. Рикки убивает гирокоптера и убивают Эмбер-спирита. Трипл килл от Рикки. Нет, Эмбер-спирит живет, прошу прощения. Но недолго. Они реально замылили тукатку. Монтрет пошел дальше, ультра килл есть. Ай, Вилджиниус С. Что мы видим сейчас? ЕГЭ, ЕГЭ. Какой провал. Рэмпидж нормальная, 24-ая минута. МНЗ. Обалдеть. Сделать рэмпидж против ЕГЭ. Чек. Ачивка выполнена. Ну, представляешь, насколько это такое пофигистичное отношение к карте от команды Вилджиниуса, что они идут драться, где гирокоптер. Не хватало там 20 голды на БКБ. И он уже купил это БКБ, когда умирал, понимаешь? То есть они не подождали Блэкинг Бар на гирокоптере, чтобы, ну, он раздулся, нажал там кнопки все свои. Это настолько, вот, ну, вот настолько реально им по барабану вообще на этот матч. Они... Ну, у меня нет слов. Но за такое отношение должны быть наказаны. Вот, Тандер Прентер, давайте, накажите. Пусть ЕГЭ встрепенутся немножечко и все-таки начнут в доту играть. Потому что то, что сейчас мы видим, это, ну, это ужасно. Это реально очень плохо. Это, ну, недостойно терять один команды. Достойно. Одна команда, ну, просто хочет победить такого грозного соперника. А вторая такое чувство, что играть не особо желает. Реально, ЕГЭ такое ощущение, что прямо это в тяжесть. Ну, вот, ну, типа, напрягаться, что-то там пытаться. Ну, Рошан, Адаля, Егис теперь есть у Рики. Он там башер себе сделает сейчас после манты. 18 уровень уже. У Эмбера четырнадцатый, у Гирокоптера пятнадцатый. Они на восемнадцатой минуте... У Эмбера четырнадцатый, у Темплар Ассасин девятнадцатый, да? Это вообще что? Темпларка, которую он там пинал ногами. Темпларка, которая байбэкнулась, в которой реально все было достаточно плохо. Один четыре десять. Один килл на Темплар Ассасин почти за двадцать пять минут. И сейчас эта Темпларка выходит с БКБ. И пробуйте теперь ее убить. И в Элджиниусусе теперь будет еще сложнее. А Эмбер Спирит, ну, просто бедный. Вот эти как раз урны, да, вспоминаем? Да, да, да. Продажи их и так далее. Ну, да, за такое обязаны наказывать сейчас. Но Тандер Предатор, я вот по-человечески хочу, чтобы они это сделали, заслужили. Еще желательно, чтобы потом мы вторую на позитиве, на винстрике, так сказать, Тандер Предатор еще там, сунули команде Элджиниусус. Ну, конечно, да. Но сейчас вот ЕГЭ, конечно, соберутся. Сейчас у них там включат этот Элджиниусус мод. А может быть и нет, потому что шмота Купанга нет. Крит погибает. Это минус. Напомню, что Крит выполнял роль тройки вообще в этой команде. То есть они убили Кора. Сейчас ловит Бульбу. Баш с первого, конечно же, Бульба Шарды не спасает. Еще одно убийство. Дабл килл. Ну и Райо я там Слейт оф Фист, конечно, кидает. Но сейчас охотных играм будет просто. Я думаю, что Тандер Предатор не будут сейчас просто там бегать. Какие-то фраги. Они просто зайдут на ХГ, у них есть Аегис. Они понимают, что они сейчас очень сильные. Соперник потерял двух героев. Что, минус мид. Минут назад я сказал, что пара драк и уже ТП будут ломать базу ЕГЭ. Судя по всему, так и получается. Да, да. Крит скипает флайтом своими суммонами. Пытается гирокоптер фармить чужой лес. Ну все, задел на рапиру. Просто камбэк. В нормальной игре ты, наверное, не будешь покупать рапиру, когда выигрываешь, когда и без нее справляешься. Ну потому что герой такой, которого убить все равно достаточно легко. Медуза там условная покрепче будет. На гирокоптере Трапиру будешь покупать попозже. Как же много Рики ему проигрывал в один момент. Сейчас проигрывает совсем чуть-чуть. Нет слов, друзья. Нет слов, одни эмоции. Ну давайте. Может быть, Evil Genius поставили себе какой-то челлендж. Там просто немножечко обострить себе игру. Может быть, проснуться. Так, ребят, давайте там сделаем, чтобы соперник облакаливался. Нескомфортная ситуация по карте. Попробуем закамбэкать таким пиком. Ну я не знаю. Понятно, что звучит бредово. Я сам в это не особо верю. Я верю только в тот вариант, который мы уже озвучили. Что Evil Genius просто плевает на игру. Они подошли максимально расслабленно. Это было видно по ленингу. Они выигрывали налегке. Также налегке и закинули карту. Ну и вот опять продолжаются эти соло смерти. Артизи пытается крипскипать. Что купит себе сейчас демонедж. Что Сакртрелик еще фармить и фармить. Ну вот в макро сейчас. Давайте поиграем в макро. Давайте сыграем так, как сыграли Фурия. Попробуем Тандер Предатор эту катку отжать. За счет макро. За счет крипскиппинга вечного. Райо я сейчас встрянет. К нему в тыл заходят уже 4 персонажа. Пока заходят в таск. Получится. Смопл дал. Ну тас должен убирать. Лучше у него еще один праг сделать. Должен, должен. Курьеров, курьеров резать сейчас будут. Два курьера просто через гирокоптера. Прошлись. Минус блинкдагеру Мэтью. На рубике. Райо ее толкает в верхнюю линию. Центр отспамливается. Но вот низ проталкивает темп ларка сейчас. Ведет за собой крипчиков. Эмбер. Прошелся. Тут еще остается крит, который тоже пачку забрал. Ну хорошо. И вот Genesis пока так играет в доту. Из хороших новостей для ЕГЭ. Они все-таки успели снести пару сторон. И у них достаточно хорошие герои для защиты. Что гирокоптер, что эмбер, спирит. Великолепно способны с ХГ защищаться. Крапира. Она реально будет. БКБ 10 секунд до сих пор. Я прям уже вижу, как у Рики баши срабатывают просто нон-стоп в Артизе. И боковая его не спасает. Флай и грифсы были. Грифсы даже нажать не смог. Просто баш, баш, баш. В момент, когда можно было нажать, грифсы подумал, что у меня еще есть на пару ударов ХП. А вот как раз ровно пару ударов хватило Рики, чтобы бить Чена. Грифсы не были использованы. Но байбэк, если что, имеется. Там время респаун, конечно, небольшое. Райоя продолжает крипскипать. Забирать пачку за пачкой сейчас. Но вот нижней линии, кажется, крипы все-таки подходят. Да, вот Лео Стайл провожает их. Взрывается где-то Панга. Просто убил МДЖ. Вместе с Рики, чем, суть по всему. Ну и вот теперь падает Р3. Потому что гирокоптер не готов, друзья. Но он крипскипает. Не хочет дефить Артизе. Он говорит, без рапира дефить не буду. Но я не знаю. Да, до рапира еще все равно очень много. 1200. Но продавать-то особо нечего. Можно стики, конечно, попробовать продать. Но это немного денег ему даст. Еще 1000 голды где-то нужно взять. Пока он 1000 будет фармить, скорее всего, без двух сторон остался. МНЗ просто в наглую прыгает. Понимает, что безнаказан будет. Ну и умирает еще Эмбер Спирит. Уже чуть не под фонтаном. Артизе пока не пришел в драку. Ну, где деньги-то брать? Фармить, фармить. А ее еще не повезло. Он вызвал Манта Стайл. И вот основной его персонаж появился как-то вот за иллюзиями. Остался в тучке все еще. То есть ему приходилось свои иллюзии как-то обходить. То есть нам совсем не повезло. Ну, такой микро-момент. Фраг для очередной команды Андроприента. Да, сломали низ. Сломают в итоге центр. И что? Когда Артизе будешь готов? Еще, еще чуть-чуть. Надо стики продавать, наверное. Как раз там 150 голды не хватает. Но еще надо ведь рапиру купить и вернуться на базу, на самом деле. То есть тоже есть нюансы. Ну и минус центр. Эмбер Спирит не байбекается. Отдают две линии. Теперь по линиям выровнялись, ребята. Под 30-ю минуту под контролем было по одному аванпосту. Все, гирокоптер вернулся на базу. Куплен Сакртрелик. И... Ну вот теперь с рапиросами и влджиниусы пойдут камбэкать, друзья. Давайте посмотрим, есть ли у них вообще шанс на этот самый камбэк. Уже. Или нет. Смог. Все, пошли ЕГЭ. Но под виженом, скорее всего, под вардом нажали этот смог. Хотя не уверен, что варда этого хватало по обзору. В любом случае, да, арта отошли глубоко под свои владения. Там по байбекам должно быть все окей. Нет, смотрите, не все окей. Денег не хватает. По максимуму закупают стандарт предатор. Как же важно сейчас влджиниуса сделать убийство и пробовать еще Рошана забрать. Но, правда, до него минуту основного таймера и будет еще доп таймер срабатывать. Какой-то, непонятно какой. Но вот ждут ошибки соперника. Не ошибают стандарт предатор. Они понимают, что карту у них уже почти в кармане. Все, что нужно, чутка еще доиграть. Немножко вот встретить этого гирокоптера. Срапирик идет. Под вардом, там сентрика нет. Там был только опс. Гирокоптер обеден, можно попасть. Крин из команды. Как в четвером драться? Пошел. Опа. И гирокоптер БКБ нажать. И его просто убили рапиры. Выкинуто. ГГП походу. Да. Сандер Пентер выигрывает первый пентер. Ха-ха-ха. ГГ. Браво, Evil Geniuses. Молодцы. Хорошая игра. Даже вот в этом моменте почему-то Крид не с команды. Он по центру идет. Если они уж планируют идти драться, наделитесь вы хотя бы полным составом. Абсолютно заслуженная победа. Дайер. Молодцы, Таттнер. Предатор. 19-1-13. Вот вам и Рики. Да, просто вынес рапиров под конец. У него в инвентаре оказалось. Сразу же топ нет форс, понятное дело. Ну, Таттнер Пентер просто ждали ошибки соперника. То есть ситуация, когда у них было все очень плохо. Они потеряли две линии. Казалось бы, ГГ уже близко. Но за счет того, что соперник решил, что он самый сильный и непобедимый. За это их немножечко наказали, друзья. Ну, Таттнер Пентер хотя бы одну карту забрали. Это уже для них неплохо. Но на самом деле могу сказать, что это, да, своего рода, даже достижение коллектива Южной Америки забрать карту у ЕГЭ. Вот. Понятно, что все еще Evil Genius будут считаться фаворитами в рамках данного матча. И, опять-таки, все зависит исключительно от ЕГЭ. Но Таттнер Пентер будут ждать очередной ошибки соперника. И вот у них есть возможность одну из двух карт подловить оппонента в очередной раз, выиграть. Ну, для нас, друзья, получается... Кстати, капитенты поменялись теперь на серию целиком. То есть Тандер Предатор дают на серию, наш партнер Париматч, коэффициент полтора. На ЕГЭ 2.48. Ну, просто чтобы вы понимали, что происходит. Даже обычно, если фаворит, сильный фаворит проигрывает первую карту, все равно там коэффициенты хотя бы плюс-минус равные. А здесь реально ЕГЭ... ну, видят все, что они не в лучшей форме. И молодцы, Тандер Предатор. Ну, а, кстати, наш партнер Париматч предлагает вам бонус стопроцентный на первый депозит. Баннер вы можете найти под трансляцией. Кликайте, смотрите. Может быть, и найдете для себя что-то интересное. Ну, друзья, на этой ноте мы прекращаем наше вещание карты под номером 1. Но обязательно вернемся на вторую карту с драфтами. Поэтому далеко не уходите, друзья. Видимо, все самое интересное еще впереди. И мы много чего не знаем об этих двух командах. Продолжение следует...